Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. С 1 января ставки по валютным депозитам ждет снижение. В областном центре на этой неделе открылась школа социальный предприниматель. Цель школы как раз таки обнажить эти проблемы, найти эти проблемы у нас в городе Гомель. 15 и 27 декабря в Гомельском горосполкоме пройдут аукционы. На торги выставят 12 земельных участков. А теперь об этом мы не только подробнее. На заседании Совета Министров рассмотрели итоги работы экономики в этом году. Так, за 10 месяцев выполнены 5 из 7 ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, а также параметры, предусмотренные основными направлениями денежно-кредитной политики. Обеспечены рост промышленного производства при снижении запасов готовой продукции и рост рентабельности продаж в организациях промышленности, а также реальные зарплаты. Выполнены в полном объеме обязательства по богашению и обслуживанию валютного государственного долга при увеличении золотовалютных резервов. По итогам января-октября ВВП сложился на уровне 102%, при прогнозе и целевой задачи на 2017 год – 101,7%. Что касается планов на 2018, то одним из драйверов экономического роста станет IT-сектор. В настоящее время проект декрета о развитии цифровой экономики согласован без замечаний всеми уполномоченными государственными органами Беларуси и внесен на рассмотрение президента. Продолжаем выпуск. С 1 января ставки по валютным депозитам ждет снижение. Это следует из решения Национального банка увеличить отчисление банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в резервный фонд с 15 до 17%. Таким образом, банку, который привлек, например, 100 долларов, придется отдать в обязательный резерв не 15, а 17 долларов. Этими деньгами он не сможет пользоваться, так как они будут находиться на беспроцентном депозите у регулятора. Из-за увеличения норматива отчислений в фонд обязательных резервов у банка останется меньше денег, которые он сможет использовать. Поэтому будут снижены ставки по валютным вкладам. Уже сейчас максимальная ставка составляет 1,8%. Средняя 0,5% до 1%. В Беларуси доля валютных вкладов в структуре депозитов уменьшилась приблизительно 76%. В январе минувшего года до 68% в октябре текущего. К другим новостям. Число санитарно-эпидемиологических требований с принятием декрета развития предпринимательства сократилось до минимума, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, пишет Белта. Установлены минимальные требования к наиболее востребованным в предпринимательской среде сферам деятельности. Это касается объектов общественного питания, рынков, объектов, оказывающих бытовые услуги. В частности, общие санитарно-эпидемиологические требования упрощают подходы к размещению объектов общественного питания и торговли в многоквартирных жилых домах. Основное условие при этом заключается в том, что функционирование объектов не должно ухудшать условия проживания человека по показателям, имеющим гигиенические нормативы. Для объектов по оказанию бытовых услуг, как обязательно, установлены лишь требования, которые непосредственно направлены на предотвращение распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. Что касается объектов по ремонту и техобслуживанию транспортных средств, включая территории гаражных кооперативов, упрощены требования, в том числе к вентиляции, освещению, микроклимату, производственным помещениям и производственным процессам. К примеру, ранее санитарные правила включали более 60 пунктов. Теперь их осталось всего 10. В продолжение темы развития предпринимательства. В Гомеле на этой неделе открылась школа «Социальный предприниматель». Слушатели бесплатно пройдут годовой курс обучения по специально разработанной программе. Она создана на основе современных и зарубежных практик и включает в себя блоки обучающих семинаров, практических тренингов, стажировки на базе предприятий и фирм предпринимателей Гомеля, консультации специалистов. Экспертами этой школы будут выступать действующие предприниматели, действующие эксперты. Это известные бизнес-тренеры из нашего города, из Минска, возможно, из других стран. Поскольку мы владеем инструментами дистанционного образования, то у нас есть возможности привлечения из зарубежья известных предпринимателей, которые тоже с удовольствием делятся своим опытом в этой области. Мы ждем, что в школу, в этот проект «Школа социальный предприниматель» будут приходить люди, у которых уже есть определенные бизнес-идеи. Особенность этой школы заключается в том, что мы хотим предоставить возможность людям с ограниченными возможностями, с инвалидностью, чтобы у них был доступ к тем местам, где будут проходить семинары и тренинги этой школы. Что касается проектов, которые мы бы хотели реализовать, то опять же мы рассчитываем на то, что это будут социальные проекты наших слушателей, а мы будем с помощью наших экспертов, тренеров и менторов помогать грамотно их реализовывать. Часто социальное предпринимательство путают с благотворительностью, но это не совсем так. Социальные предприниматели придумывают и распространяют новые подходы для решения социальных проблем, используя как традиционные бизнес-практики, так и инновации, изобретают новые формы бизнеса. Социальное предпринимательство, оно решает проблему, социальные проблемы несколькими путями. Первое – это трудоустройство людей с инвалидностью, второе – это выпуск продукции, которая необходима людям с инвалидностью. Но кроме этого не стоит забывать, что социальными предпринимателями являются еще те предприниматели, которые решают проблемы экологии, проблемы бездомных животных, проблемы мам, находящихся в декрете и без мужей, например. То есть социальных проблем, на самом деле, в обществе гораздо больше. И они выходят далеко за рамки нашего понимания, что это люди с ограниченными возможностями. И цель школы – как раз-таки обнажить эти проблемы, найти эти проблемы у нас в городе Гомель и попытаться найти неординарные способы решения этих проблем, еще при этом помочь людям заработать деньги на свое существование. В качестве экспертов и менторов проектов будут приглашены действующие белорусские и зарубежные социальные предприниматели. Кроме того, во время обучения в школе будет проходить конкурс «Бизнес-идей», который выявит самые сильные и перспективные проекты. Они получат гранты на развитие своего социального бизнеса и поддержку менторов на протяжении шести месяцев. Помощь будет включать в себя консультации юриста, бухгалтера и дизайнера. Кстати, школа даст возможность включить в группу обучения людей с ограниченными возможностями. Например, скажем, как в Германии создаются специальные школы. У нас такие школы создаются, типа мастерские для людей с инвалидностью. Они там что-то делают, какие-то заказы получают, какую-то денежку получают дополнительно в своих пенсиях. У нас такие кружки действуют, но они на базе циона действуют, но они до такой степени развиты. То есть люди там занимаются, просто свой досуг как-то проводят. А чтобы вот так конкретно заниматься, такого пока еще нет. Таких мастерских нет. Но потихонечку, я думаю, что они появятся, мы никуда от этого не денемся. По результатам работы школы в Гомеле будет организовано минимум три социальных бизнеса. Всего же в проекте будет участвовать около ста человек. И последняя новость выпуска. 15 и 27 декабря в Гомельском горысполкоме пройдут аукционы. На торги выставят 12 земельных участков на право заключения договора в аренде. 15 декабря на торгах будет представлено 7 лотов. Участок в 18 микрорайоне предназначен для строительства продовольственного магазина и бара на 30 мест. По одному участку на втором луговом переулке в Красном Маяке и 4 в Романовичах для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 27 декабря на аукцион будет выставлено 5 земельных участков. Два из них находятся в Романовичах. Один предназначен для строительства и обслуживания жилого дома. Второй для размещения специализированного здания для общепита. Частный дом можно построить на участке в Красном Маяке. В 18 микрорайоне предполагается возведение многофункционального центра с паркингом на 300 машиномест для жителей микрорайона. Участок на объездной предназначен для строительства и обслуживания объекта производственного назначения. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов в Гомеле. На этом у меня все. До встречи через неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». «Беларусь-4 Гомель»